Какие поправки к закону о коллекторах вступили в силу в 2024 году и какова их главная цель? Главной причиной этих изменений было то, чтобы единый подход был взаимодействие с должниками у профессиональных коллекторов, у банков и у микрофинансовых организаций. Могут ли теперь сотрудники банков и микрофинансовых организаций звонить без ограничений и безнаказанно оказывать давление на должника? Тут уже прям будут рычаги давления не только на коллекторах профессиональных, но и на другие организации, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности. Предусмотрена ли уголовная ответственность за нарушение взыскателем просроченной задолженности в требовании законодательства? Если должнику угрожает жизнь, здоровье, повреждение его имущества, то также подается соответствующее заявление, и организация, и юридическое лицо может быть привлечены к уголовной ответственности. Объясняет начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области Кристина Ленькова. Смотрите программу «Город С» 25 октября в 18.15 на телеканале «Самара ГИС».